в эксплуатации на не сильно дорогая лучше купить такую довести до ума и вы точно без проблем несколько лет отвезите текут сальники запотевание там подо на коробке вот эти все места уже кожи уже вся в этих все черные уже затертые все мяты уже ну сразу это крутости не придает туда где-то были рыжики что-то устранялась на одну машине 15 лет накручивается болты заслоны впускного коллектора и болты там все составляющие улетают двигатели попадаете на ремонт двигателя замученная в силу ее возраста пробегов и жесткой эксплуатации он тоже уже достаточно не круто это выглядит здравствуйте сегодня речь пойдет о втором сантафе давно я хотел снять 2 сантафе потому что 1 честно говоря урод машины неплохая хорошая надежно ничего не хочу пускай плохого и обидеть владельцев таких машин ну блин ну машина ну урод не буханка больше нравится 2 сантафе не так легко достался потому что тоже пришлось побегать поискать но я рад результатам очень хорошая машина досталась все же лучше снимать более свежий красивый экземпляр который и глаз порадует ездит хорошо очень и сразу хочу сказать что эта машина ее не стоит сравнивать с икс пятым там жилька с q7 с туарегом там сландровером тем более даже стоит а и холлендер это другая машина но она заслуживает уважения она надежно хороша по ездовым качествам по комфорту достаточно хороший уровень и в эксплуатации на не сильно дорога и этим она заслуживает уважение и символе он наш экземпляр хоть и до рестайла вы как многие поняли машина вышла тысяч шестом году в десятом году был рестайл но этот автомобиль тысяч шестого года и пробег у него 114 тысячи километров родного пробега она покупалась германии при пригонялась для себя она эксплуатироваться в основном по городу поэтому пробег небольшой у нее намотан и она в очень классном состоянии внешние тоже классно выглядит но опять же хороший экземпляр с точки зрения если вы хотите кроссовер городской даже не компакт кроссовер и если по выбирать между новыми автомобилями сколько сейчас стоят те же дастеры но все эти новые компакт кроссоверы вы уже понимаете чему я веду то по стоимости если раньше был смысл там автомобили б-класса бюджетные легковые стоили там 8 10 там 11 до 12 тысяч долларов до был смысл задуматься купить там был или новую лучше чуть подороже на новую не заморачиваться пускай нам будет не такая комфортная так далее то если сравнивать автомобили там более-менее нормальных комплектациях компакт кроссоверы и такие бушные машины лучше купить такую довести до ума и вы точно без проблем несколько лет отъездить вопросов конечно нужно смотреть на машину шпана не было битая не было ушатана не жесткие пробеги там не затертая солны и все остальное конечно не каждый автомобиль от этого не все автомобили за застрахованы и вы на это можете попасться легко хорошо надо смотреть по по шумке ну конечно по городу едем больше 60 сейчас не ехал дизель агу немного слышно но хорошо волочит эту машину передний привод весь крутящий на передних два колеса поэтому все классно круто по ходовой спереди макферсон сзади поперечные рычаги у нас передний приводный автомобиль были полноприводные машины и у полноприводных вообще автомобиля не так все гладко снизу то есть снизу текут сальники запотевание там подона коробки вот эти все места нужно устранять запатим там герметик вам помощь не знаю кто на что гораст как будто устранить проблем но он следить за этим нужно потому что все равно падает уровень масла особенно на автоматических коробках учрева это тоже последствия но не так чтобы это прям уничтожено серновать подтеки это тоже не очень хорошо то нужно устранять были проблемы по с полным приводом по подключении муфты задней оси до 50 процентов все чем это уходила заднюю ось и муфта заявлено сто сто пятьдесят тысяч километров пробега гарантированно находила дальше нужно было заменять 2008 года надежность муфты уже увеличена стала более надежно целом полный привод но как заявлено все равно в бездорожье и убьет но на мой взгляд скорее всего вы не убьете муфты вы просто на бездорожье сидите так что сама сами не сможете выехать возможно будет вытягивать муфту я думаю вы не убьете но опять же полный привод хорош с точки зрения зимы если кто-то едет на бездорожье либо на загородных дорогах где местная власть они спешат ложить асфальт и осенью и весной вам полный привод в помощь да но опять же щеревато расходом топлива по кузову до встречаются мелкие коцки царапины что-то красила силу возраст тут бампер полностью перекрашен то что же был в сколах ну неприятно это выглядит уже и владелец для себя машина для души он все делал да где-то были рыжики что-то устранялось надувной машине 15 лет на это нужно делать скидку это в целом хорошо подвижка у нас дизелек д4 еб д4 hb тоже было с рестайлом g4 к е 2 и 4 бензин был и g6 b 27 бензиновый v-образная шестерка были еще 3 3 3 5 они более редкие очень мало не так много в объявлениях я был их и не покупал всего расходу топлива и редкости поэтому но лучше дизельному взгляд но конечно надо отдать должен то что 2 и 4 бензин он рядная четверка но она по сути это аналог 4 b12 от mitsubishi там нету таких своих тоже проблем стрекотание форсунок это норма это особенности двигателя есть изменение фаза газораспределения на ибо их валах нету гидриков но опять же тепловые зазоры там некоторые на 150 200 тысячах приезжать и их им не нужно регулировать потому что все в норме все нормально если есть вибрации меняете свечи и все нормально то есть стандартный бензиновый проблем ничего особенного в силу того что только опять же бензинки больше будет расход топлива 27 бензин тоже не докопаться хороший надежный мотор но сейчас многие может немногие некоторые может скажут а почему ты забыл что на 27 откручиваться болты заслоны впускного коллектора и болты там все вставляющие улетают двигатели попадаете на ремонт двигателя но на траве никого и по отзывам я не видел чтобы люди сталкиваться этой проблемы никого такого не было там один случай там на 10 там даже 15 машин у кого-то может такое возникнуть тоже на больших пробегах ну не встречается так достаточно часто а так минус 2 и 7 это конечно расход топлива особенно в городском цикле на полном приводе если еще взять то не ниже пятнашки но рассчитывать все 15-16 литров не меньше d4 и b 87 поршень ходу 92 17 3 степень сжатия 16 клапаник разумеется 4 цилиндра сам двигатель особо таких проблем не имеет преимущество вообще заявлено что он более проблем у него бой больше мелких болячек чем у его уже младшего брата на рестайловых машинах где уже студенство 7 лошадины силы здесь 150 еще и трех тысяч оборотов при четырех тысячах 335 крутящего с 1800 то есть по сути характеристики так такие как увага если проводить параллели сравнивать но плюс здесь в том что здесь временной привод грэма хотя заявлено что не особо долго ходит ну конечно оригинал ходит достаточно долго но не оригинал оригинала я думаю никто уже не делать на эти двигатели там 10 и старше лет поэтому все равно лучше в зависимости конечно от силе ездят оборотов но 60 70 тысяч я бы менял потому что преимущество гарем это что капли грэм самый дешевый нашел за 140 150 долларов а цепной привод уже на младший на младший брат этого стоит уже 210 220 то есть все равно преимущество временного привода грэма в стоимость его город торжественно нас встречает участников автопробега у нас уже никто не встречает всех дождь прогнал но они здесь были ну конечно преимущество в городе особенно в таких небольших и компактных старых улицах то что вы высоко сидите вы можете прогнозировать свое движение конечно преимущество перед легковым автомобилем моим я здесь ехал уже более так медленно более аккуратно там смотрел ситуацию здесь уже можно прогнозировать наперед конечно это преимущество всех ростовер по городу и для движения там средняя скоростью всех там 20 или около этого км в час и не обязательно покупать себе там большие объемы кататься со скоростью там 40 60 блин и платить за это большим расходом поплевать ли вы не можете этим воспользоваться должной мере нас двое салоне и сотку он спокойно положил не блин она мне все больше начинает нравится я не знаю у классная машина то не реклама это и не нахваливаю ну ну реально машина классно здесь были неровности пару пару раз она отыграла такого сильного удара не было но вид чувствуется что машина отыграла но здесь нету пневмы нет того что вас может раздеть то есть я это веду с точки зрения более стоимости содержания да конечно пневма мягче комфортнее но вы дороже заднего заплатите чем перекиньте все сайлентблоки на этой подвеске что здесь едет она достаточно мягко то есть по комфорту так по динамике претензий нет больше и не нужно если особо вы и там не с ума не сходите там пять шесть секунд разгон доставки то вам да нужен другой автомобиль если вам нужен бодренький достаточно маневренный хороший надежный верный не дорогой в эксплуатации то это очень хороший вариант по бушке потому что он еще нормально выглядит и доставляет проблемную выбор есть на вторичке этих машин ну и в принципе все движки надежные по бензином там тоже не к чему особо докопаться они все нормальные надежные ну бензин минус это больше расход топлива у дизеля тоже стандартные болячки особо и может тоже в силу возраста все уже научились с ними бороться но конечно никто не отменяет хорошего масла хорошего топлива и масло меняете чаще они раз 15000 также возникали проблемы про горшай под форсунками на больших пробегах расстреливались гбц но для меня лично это не показатель потому что я на своей первой машине ушатал гбц потому что использовал тосол и в ничто треснуло гбц пришлось мять поэтому это тоже не особо для меня и показатель но конечно же хорошие технические жидкости во время замена лучше чаще и особо двигатель проблем не доставляет конечно преимущество это расход топлива перед бензином но как заявлено младшего брат уже с рестайлом меньшими проблемами обладает и больше мощностью крутящий хочу сразу заступиться за эту машину перед теми кто будет кричать это не машина так и риска фигня машины это x5 53 лучше 70 будки мыльки джельки а это не машины потому что если вы покупаете машину ради того чтобы свою хорошую знаком на заднем сиденье учить семестроительным наукам и ради этого покупайте машина то все третья будка замученная в силу ее возраста пробегов и жесткой эксплуатации он тоже уже достаточно не круто это выглядит и вам нужно учитывать то что стоимость обслуживания тоже немалая таких машин и нужно немало уложений чтобы на них ездить без проблем не передвигаться а реальная ездить тоже учитывайте это ну что посолок ну первое конечно по качеству не надо там бэвэшники те же ваговцы на q7 если нам будет критиковать качество пластика ну да хуже чем премиальных брендов но в силу того что здесь небольшой пробег родном студенты 4000 перфорированная кожа это все родное все это не затерто в классном состоянии глаз радует все не стерлась не затерла как садишься в x5 и там в туареги первые там и мельки те же уже кожа уже вся в этих все черные уже затертые все мятые уже ну сразу это крутости не придает тоже кстати посидеть классно удобно подлокотник двумя нишами нижнюю можно использовать как холодильник здесь можно так а колу сюда поворачивается и то есть если положительную сейчас более актуально сейчас лето будет жара 30 градусная и вода практически ледяная там лежит два подстаканника ну конечно пластик в более уже в рестайловых автомобилях в этом месте находилась где-то здесь кнопка актив эко то есть нажав ее вы уже двигатель не позволяет вам крутить сильно обороты вы экономите топлива он тоже конечно спорная ситуация потому что если постоянно особенно дизель мучить низкими оборотами это тоже чревато тоже быстрее забивается каналы но все это нагарообразованием посреди возрастает так конечно сидеть круто потому что опять же два подлокотника здесь еще ниша на торпеде всякие есть так кстати по бардачу нормально скажу большой нормально много всяких ниш где можно свои вещи временно кинуть тоже преимущество перед многими автомобилями но отделка под дерево но ты конечно пластик но тоже глаз нормально радует есть обогревы сидений розетка 12 вольт это тема конечно не родная то все поменяно но климат-контроллер 1 на руле кстати средний расход 84 рваном городском режиме то есть пробках на светофор разгон торможения не более 40 50-60 км в час рваный стиль 84 ну классный результат если брать полный привод то на литра 2 наверно возрастет расход 2-3 литра сразу же в это почувствуйте но конечно же повторюсь опять же полный привод хорошо если вы за городом живете осень весна и вам надо через эту кашу проект ну конечно преимущество обрыва передних задних стекол ну по рулю конечно переключение радиостанции звук листания треков вправление круизом но все стандартно все как обычно но классно здесь находиться удобно расположился развалился эта машина мне больше начинает нравится очень сильно они я всегда на них заглядывал все хорошие машины но в силу состояния этого экземпляра у меня очень так в душу начинает западать это преимущество перед опять же любителями дешевых понтов по карабасам погода не дает нормально на улице до снять у нас пятиступенчатая механическая коробка были пятиступенчатые автоматы на них на рестайловых уже пошли 6 ступы механика и автоматы ну конечно идти эти коробки надежно но в механиках тоже 1 50 60 тысяч лучше на масло поменять для своего блага и на автоматах они все хороши и надежны все коробки но опять же силу возраста и пробега кто вам будет продавать потому что машины разные возраст уже 10 лет и выше поэтому все зависит от состояния от конкретного владельца и как он вам притязит на уши ком станем ну все надо смотреть эксплуатер что тут повторяться все же сказано не мной и не один раз эта машина не премиально но она круче чем многие премиальная машины и лет за счет своего состояния здесь все классно и сохранила все хорошо достойно выглядит и приятного в этом находиться хороший приятный запах машине то есть не замучена чувствуется что машин для души на сердце классно так кожа хорошо сохранилась она такая мягкая приятная на ощупь просто супер тут сидеть два подстаканника но отлично ну подогрева разумеется задних пассажиров там ниша для не надо же кнопочные сюда не поместится телефон еще старый то сюда можно кинуть свой android это же сугубо все тоже тут четко по размерам розетка 12 вольт еще классно круто на дальняк здесь будет очень комфортно ехать но мне это все больше начинает нравится вот эту тему хороший автомобиль если найти достойный экземпляр болен это вам верный друг на многие годы и вас не будет такого уже скажем так такой болезни что вы будете постоянно сдрагивать что поворачивая поворачивая ключ у вас к это серьезная проблема серьезная поломка вас ожидает да есть мелкие косяки как и у любых машину их немало но они не такие дорогостоящие и найдя хороший экземпляр вы скорее всего не захотите его продавать либо продавать чтобы купить более свежий автомобиль такой же находить какой-то компромисс кстати проблема этих машин это радиатор печки да здесь был заменен радиатор печки на оригинальный не оригинальная ходит неизвестно сколько там как повезет вот полтора до здесь уже оригинально но стоит он уже по новому курсу но уме меньше 300 долларов это проблема единственно этих машин нужно учитывать и знать все такие больные места опять же при покупке самое главное чтобы не был битый кузов чтобы геометрия не было нарушено опять же грм или его меняли вам показу документы или меняете сами торгуетесь ходовая ну как обычно состояние все автомобилей в принципе здесь ничего особо так беспокоить и не будет владельца этой машины хорошая надежная верная лошадь до 80 она хорошо пуляет в городе и средний расход 8 4 с бензином если сравнить на расходе топлива вы за два три десятка тысяч километров уйдете в плюс за счет расхода топлива и стоимости эксплуатации вы все равно на дизеле сэкономить это что не говорит но здесь он сейчас должен упасть потому что я через до 60 в более легкой такой манере там более по инерции двигаюсь то по сути расход должен упасть на пока еще держится тормоза классно нормально но здесь 17 каркет тормоза хорошая хорошо не останавливают эту машину ну блин но мне она нравится конечно скрипы вы услышите с пробегами большими уже на других экземплярах но здесь скрипов нету по ямам и тоже вместе ездили здесь нет еще ничего такого недостаток еще полного привода это конечно же более высокая стоимость обслуживания не только за счет расхода более высокого расхода топлива но еще подвесной подшипник кардана вам нужно будет поменять эластичную муфту кардана также на 150 180 тысячах примерно этих диапазонах они летят там уже что вы поменяете насколько этого хватит это уже вопрос конечно но внешне машина очень классная тонировка а из 3 родная заводская не машина честно ли больше нравится чем эти вот старые даже премиальные или почти премиальные кроссоверы эта машина будет дешевле конечно стоимость но диапазон очень велик я буду вставлять сразу и до рестайловые рестайлы машины общие общую стоимость в то есть целом если это покупать среднестатистический человек я думаю более люди которые обладают финансовыми возможностями не будут покупать 53 будку x5 там либо к 7 но к 7 пошли 2006 года они уже машина более посвежее а ровесница этой машины но если только под восстановление подпроекта считаю так более дорогие машины а эту машину можно купить и за счет не такой высокой стоимости обслуживания довести до ума и ездить она очень хороша с этой точки зрения если вам нужен хороший автомобиль на повседнев по багажнику но объем я не заморачиваюсь вниз не не запоминаю сколько в литрах нормальный багажник немалу достаточно объемный много чего сюда поместится самое главное здесь уже стоит а на этом все такую машину если найдете я рекомендую брать она мне лично очень понравилось но решать конечно каждому кому-то x5 старый круче лучше вкидывать в него деньги все третью будку чем хороший сантафе решать конечно вам но по мне такую машину лучше брать но она мне зашла честно сказать как вы уже поняли спасибо большое за внимание ставьте лайки расскажите нас друзьям делайте репосты счастливо